Так, коллеги, предлагаю приступить к очередному занятию нашего курса, которое на этот раз посвящено со средством обеспечения безопасности в операционной системе. Прошу сразу отметить, что здесь речь пойдет именно об обеспечении безопасности операционной системы и приложений и средств, предоставляемых операционной системой, то есть об атаках на конкретные особенности работы ваших приложений, таких как какой-нибудь cross-site scripting или тому подобные вещи, речь не пойдет. Об этом вы узнаете из соответствующего курса, посвященного информационной безопасности. Сегодня мы рассмотрим основные виды угроз, с которыми приходится сталкиваться. Также обсудим ограничения доступа средствами фаервола, методы построения защищенной инфраструктуры и обеспечения к ней доступа с помощью ВПН. А также обсудим вопрос безопасности данных на транзите, о том, как именно работает SSL и на примере такого протокола, использующего SSL, как HTTPS, попробуем его на деле. Также мы разберем отслеживание того, что происходит в системе выявления подозрительных действий с помощью аудита. Ну и в конце, если хватит времени, обсудим ограничения прав приложений с помощью подсистемы C-Linux. Итак, что же такое вообще безопасность? Безопасность, как можно понять из названия, связана с защитой от каких-то угроз. Вообще само понятие безопасности может определяться только в контексте каких-то угроз, о которых идет речь. В нашем случае речь пойдет о трех основных видах угроз. Это угроза утечки конфиденциальных данных, угроза порчи данных в вашей системе и угроза отказа пользователям в обслуживании из-за того, что на вашу систему произойдет атака. Для защиты от каждого из этих видов угроз придется применять различные стратегики, которые мы в дальнейшем обсудим. В первую очередь для обеспечения безопасности от всех этих трех видов угроз нужно ограничить извне доступ к ресурсам, к которым доступ извне не требуется. Примером такого ресурса, к которому доступ извне не требуется, обычно является, скажем, ваша СУБД. К ней должны иметь доступ строго определенные хосты, на которых запущены ваши приложения. И все. Из внешнего мира возможности подключения к СУБД быть не должно. Это позволит злоумышленнику пытаться залогиниться под имеющимися там учетными записями или просто реализовывать какие-либо атаки, например, на исцерпание ее ресурсов и отказ от обслуживания путем установления большого количества соединений. Поэтому ко всем ресурсам, к которым не должно быть доступ извне пользователей, доступ должен быть ограничен. И здесь нужно руководствоваться принципом того, что у вас должен присутствовать только минимальный набор возможных доступов, которые необходимы для работы вашей системы. так, чтобы ни одного из этих доступов нельзя было убрать, и при этом все продолжило бы работать. Для ограничения доступа по сети к различным адресам и портам в Linux используются Firewall и Epitables. Рассмотрим, что такое Firewall вообще и как, в частности, работают Epitables. Firewall предназначены для фильтрации входящих и исходящих пакетов и в некоторых случаях их видоизменения. Виды Firewall бывают следующие. Например, самый простой Firewall оперирует статическим набором правил. Например, пакеты с такого-то набора source адресований, с таких-то подсетей, и на такой-то порт такого-то destination адреса допускать, а все остальные пакеты не допускать, к примеру. Действие такого Firewall в отношении каждого пакета не зависит от текущего состояния системы, ранее полученных пакетов, присутствующих подключений и так далее. Такой Firewall может обеспечивать наибольшую производительность, однако есть случаи, в которых его применение, к сожалению, неадекватно. Кто из вас может подумать и привести в пример подобные случаи, когда не удастся решить все проблемы, просто набором правил о том, какие пакеты на каких адресов, на какие порты каких адресов пускать. Представьте себе, что ваш хост играет роль маршрутизатора, через него транзитом проходят пакеты на другие хосты, например, вашей внутренней инфраструктуры и с них наружу. И нужно сделать так, чтобы, например, хосты, находящиеся во внутренней инфраструктуре, могли открывать TCP соединения и работать с ними наружу, а извне подключиться было бы нельзя к ресурсам вашей внутренней сети. То есть, например, пакет с определенного адреса определенного порта вашей системы, отправленный пакет, следующий извне на определенные адресы и какой-либо порт одного из ваших хостов извне, должен быть заблокирован, если он поступает извне просто так, например, кто-то пытается подключиться к одному из хостов вашей внутренней сети и должен быть пропущен, если этот пакет идет в рамках соединения, установленного изнутри. То есть, сначала изнутри был отправлен син, обратно идет синак, а этот синак надо пропустить. А если просто кто-то пытается отправить TCP-пакет снаружи, например, такой же синак для проведения синак-флудок, скажем, то в таком случае этот пакет пропущен быть не должен. Соответственно, при принятии решения о дропе или пропускании пакетов, firewall должен учитывать, какие пакеты проходили ранее, причем, возможно, в противоположном направлении. То есть, находится ли этот текущий принятый пакет в контексте какого-нибудь соединения. Такой firewall называется stateful firewall в том смысле, что он учитывает состояние подключения установленных данного хаста или транзитом через него. А firewall, который оперирует только определенным статическим набором правил и независимо от контекста пакет с теми или иными свойствами либо всегда будет пропущен, либо всегда не будет, так называется stateful firewall. Оба этих видов firewall оперируют исключительно с заголовками IP и TCP или VDP, то есть говоря, общего сетевого или транспортного уровня. Подобные firewall ни коим образом не реагируют на содержимое пакета, передаваемое в ПЛО по протоколу уровня приложения. Но в ситуации, если на содержимое, передаваемое к протоколу для приложения, также надо реагировать, используются firewall, относящиеся к разновидности DPI, Deep Packet Inspection, которые ориентируются на содержимое пакетов при принятии решения о том, должен ли этот пакет быть пропущен или нет. В IP tables, к примеру, реализовано вполне полный функционал для stateful firewall, но присутствуют только рудиментарные зачатки для реализации DPI, поэтому, когда подобная необходимость возникает, часто используют различные проприетарные решения. Каким образом устроен IP tables, какова его архитектура? Основа архитектуры IP tables – это наличие ряда таблиц, в каждой из которых присутствуют цепочки правил. И цепочки обрабатываются таким образом, что для каждого пакета выполняется действие, указанное в первом из правил цепочки, которому этот пакет соответствует. Если пакет не соответствует ни одному из правил, то применяется действие по умолчанию для данной цепочки. Скажем, если пакет соответствует правилу, в котором указано действие accept, то для данной цепочки будет принят, то если drop, то пакет будет дропнут и дальше никуда не пойдет. Если указан return, то продолжится обработка пакета в данной цепочке. Действие reject позволяет этот пакет дропнуть и отправить обратное оповещение о том, что пакет был дропнут в одном из видов. То есть по умолчанию это будет ACMP и Port Unreachable, но есть возможность указать и другие способы отправки оповещения. В IP Table существует большое количество цепочек, которые настроены из коробки и при обработке пакета приходится проходить по многим из них. Кроме этого, существует возможность задания пользовательских цепочек для обработки пакетов по какой-то логике, например, для того, чтобы в нескольких правилах использовать один и тот же набор адресов. Можно взять и создать пользовательскую цепочку и указывать проверку по ней для конкретных пакетов. Скажем, если с одних и тех же хостов вы разрешаете обращаться и к Mimcash, и к msql, то вы можете сделать одну конкретную цепочку, в которой будут присутствовать эти адреса хостов с действием акцепта, а все остальное будет решетиться и в эту цепочку заворачивать все пакеты, приходящие на соответствующие порты. Цепочки в IP-table собраны в так называемые таблицы. По умолчанию, если вы просто делаете IP-table, там, минус S какой-то source, минус P какой-то порт, минус J drop, вы используете таблицу фильтров. В ней присутствуют цепочки input, output, forward. Моменты, в которых применяются эти цепочки, мы рассмотрим позже. В таблице фильтр возможно использование методов как Stateless, так и Stateful фильтрации. Таблица RAW предназначена для высокопроизводительной Stateless фильтрации. Там не может учитываться текущее состояние соединений, но работа с ней происходит значительно быстрее. Так как, например, для того, чтобы дропнуть пакет, при роутинге системе придется выполнить гораздо меньше действий, чем для того, чтобы дропнуть его в input. Таблица NAT предназначена для конфигурации, как, собственно, понятно из ее названия NAT, таких видов, как EDNAD и SNAT. Таблица Mangle предназначена для внесения изменений в пакеты, например, если нужен какой-то его заголовок менять на другой. В таблице Security происходит взаимодействие с системами безопасности вроде C-Linux. Ну и возможность создания пользовательских цепочек правил мы обсудили. Что же происходит со входящим или исходящим пакетом на хост? Каким образом его обрабатывает IP-Tables? Сначала входящий пакет обрабатывает цепочкой при роутинг из таблицы RAW. В этот момент с этим пакетом не выполнялись пока еще никакие действия соединения, в рамках которых он пришел, не учитываются, и можно его, например, быстро отвергнуть. Дальше, после того, как этот пакет успешно преодолел при роутинг, он попадает в систему учета соединений, которая называется Contract. Если, конечно, в таблице про роутинга он не был помечен, о чем мы увидим позже, как NoTrack, как пакет, который не должен в этом участвовать. И дальше он проходит по цепочкам Mangle, в которой пакет может быть видоизменен, NAT, в которой он может быть переписан, если в системе используется NAT. И далее принимается решение, можно ли обработать этот пакет локально или его нужно куда-то отфорвардить. Например, если пакет предназначен какому-то локально запущенному приложению, скажем, веб-серверу, то да, он будет обрабатываться локально. Если, например, этот хвост используется в кассе маршрутизатора, и этот пакет не будет обработан локально, а будет отправлен дальше согласно таблице маршрутизации, то будут использоваться другие правила. Соответственно, если пакет необходимо обработать локально, там будут использоваться цепочки input из таблиц Mangle и фильтр, и после этого пакет будет отдан для локальной обработки. Например, если он счет успешно прошел, его сможет обработать локальное приложение. А если пакет не предназначен для обработки локально, то он будет обработан в цепочках forward таблиц Mangle и фильтр, то есть он мог быть сначала видоизменен, а потом отфильтрован фильтром, затем в таблицах Mangle и NAD срабатывает цепочка post-routing, и этот пакет отправляется обратно наружу, поскольку он для этого хоста не предназначен. Для локально сгенерированного пакета все выглядит похожим образом. Сначала после того, как становится ясно, может этот пакет быть куда-то смаршрутизированный, или не может, срабатывает цепочка output из таблицы RAW, затем срабатывает Mangle, NAT и фильтр, и после этого срабатывают пост-роутинги, самые последние правила из Mangle и NAT, и пакет отправляется наружу как исходящий. Соответственно, какие можно из этого сделать выводы? Первый вывод, что если ваши правила не требуют учета какого-то состояния, а просто безапелляционно, независимо от того, какие соединения открыты в системе, пакет должен быть, например, дропнут, то это лучше всего делать в таблице RAW при роутинге для входящих пакетов, или, соответственно, в аутпуте для локально сгенерированных. А если, наоборот, возникает необходимость обеспечить Stateful Firewall для входящих пакетов, то это нужно делать в таблице фильтр. При настройке Firewall под высокую производительность всегда стоит задаваться вопросом, а можно ли необходимо это правило поместить при роутинге. Если можно, то именно туда его и стоит помещать. А фильтр только то, где не обойтись без контрека. Рассмотрим, каким образом можно конфигурировать правила. Один из принципов конфигурации aptables — это ручное добавление каждого правила командой aptables. И подобное добавление приводит к немедленному появлению правил в соответствующей цепочке. Давайте это посмотрим на примере. На данном хосте Firewall пустой. В какую таблицу будет помещено данное правило? Фильтр — это да, 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 все верно. Она будет помещена в таблицу фильтр. Соответственно, обязательно ли подобное правило помещать в таблицу фильтр? Или, может быть, подобное правило можно поместить в при роутинг? И? То есть, получается, может поместить? Да, хорошо. Поместим его в при роутинг. Таким образом можно конфигурировать правила и быстро проверять, что все работает. Однако, возникает вполне резонный вопрос. Как быть с тем, что хост может перезагрузиться и кто внесет эти правила заново? И о том, где они вообще сохраняются. Для того, чтобы сохранять конфигурацию aptables и восстанавливать в дальнейшем, используются механизмы из пакета aptables services. Делайте ее. Продолжение следует... 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 таблицы как видите задается до пользовательская таблица веб-серверс и в ней указываются определенный набор хостов и в случае если пакет матчится на 1 если адрес пакете матчится на один на один из этих адресов то про пакет принимается противном случае управление возвращаются обратно таблицы и настройка такого фейервола такова что из подсети 281024 будет принято все пакеты на порт 22 на порты 3306 и 112211 дефолтный порт мемкэша будут приниматься пакеты согласно тому что сконфигурировано в цепочке веб-серверс цепочки веб-серверс указано принимать пакеты с этих двух адресов как мы уже увидели а в прочих случаях возвращать обработку в фэрвол и после того как в сети обработка предыдущую таблицу по столько обработка была возвращена в предыдущую таблицу будет просто сработает следующие правила независимые от каких адресов и пакет будет отвергнут с ответом о семьи портон ричи был рассмотрим работу стоит фэрвола задачи стрессу фэрвола мы обсудили и для для тех кто отсутствовал возможно их стоит повторить вкратце дело дело в том что так называемый статус фэрвол фильтрует пакеты согласно статически заданным набором правил вот например к как указано здесь просто из такой-то подсети при него принимать пакет на такой-то порт или не принимать это вид или тому подобные правила которые не зависят от все всего прочего состояния системы они зависят только от того как сработает данное правило зависит исключительно от заголовков конкретного пакета однако не всегда подойдет подобного подобный подход например если данный сервер является маршрутизатором и он ограничивает доступ к внутренней инфраструктуре причем необходимо сделать так чтобы из внутренней инфраструктуры по их соединение могли открываться наружу но извне нельзя было не подключиться нужно будет учитывать то что данный пакет например находится в к в контексте установленного изнутри соединения не просто отправлены извне для того чтобы про прощупать внутреннюю инфраструктуру и не только пакеты находящиеся в рамках установленных изнутри соединений то есть те у которых с сорса адрес и соц и сорс порт совпадают с адресом и портом на которые изнутри было установлено соединение а дистинейшн адрес и дистинейшн порт напротив совпадают с сорс адресом и сорс потом с которых было установлено соединение изнутри в таком случае пакет будет пропущен в противном случае нет подобную задачу решается стоит firewall который учитывать состояние всех подключения в системе и и довольно очевидно что в то что в подобной ситуации не необходимо во первых потратить дополнительную память на то чтобы хранить информацию обо всех установленных соединениях мой дополнительные процессорные мощности для того чтобы соединение по этой таблице искать за решение данной задачи в линуксе отвечает модуль ядра nf контракт и поскольку релизе идет об определенном использовании ограниченных ресурсов таких определенную оперативная память количество соединения отслеживающих с помощью контракт ограничено для этого используется скт или нет нф-каналин фильтр нф-каналин трек макс посмотрим во что насколько установлен по умолчанию по умолчанию а земной в этой системе контракт не вгружен поскольку он не использует остаток файл фэрвол в грубе грузимого вот по умолчанию контракте используют стоит ограничение на 65 тысяч пятьсот 36 соединений обрабатываемых с его помощью если это предел будет достигнут то дает пока соединение обрабатываться не будут соответственно если к вашей системе может быть установлен большое количество подключить подключение например она доступна извне тогда к не всегда может быть новость произвольное количество подключений или внутри и нужно обрабатывать их много это значение не необходимо поднимать ну и всегда стоит мне мониторить не не превышена не подходит ли систему блин близко к лимиту для того чтобы его своевременно принять меры вот например видно что что в данной системе сейчас друг вот видно что что в данной системе контракт вообще не используется его просто сбоку макробу поэтому соединений когда когда которые попадали нет однако есть в однако в случае если он используется необходимо отслеживать количество этих соединений например по содержимому файла прок нет и на nf контракт для того чтобы своевременно реагировать до того как это количество будет превышена рассмотрим конфигурацию стоит средства фаервола на примере данном примере разрешается входящее подключение на порт 22 а также любые исходящие подклю подключение и и ответы на них собственно исходящее подключение разрешаются за счет того что в валут пути не нет запрещен запрещающих правил в им пути есть правило заставляющие принимать пакеты с свойствами related establish то есть относящиеся к установленным изнутри соединениям а все прочие пакеты будут отвергнуты но каким же образом обеспечить защиту с помощью стоит фаервола для youtube и если в рамках youtube и нет понятия установленного соединения это делается таким образом что если из например из защищаемой инфраструктуры или с самого хоста при подобной конфигурации был отправлен пакет с определенным с ассарс адресом и сорс портом по you dip in одна тоже определенный дистанец адреса местен яшин порт то ответный пакет который идет с ассарс адресом и сорс по тому сову соответствующем истинной ширадресу дистанете нашем порту в исходном пакете и отправленные на дистанете андрей трэшер порт соответствующий адресу и порту источника будет принят все остальные пакеты будут отвергнуты и все подобные вещи придут придется хранить таблицы соединения контрека и естественно имеет смысл следить за тем чтобы то все эти соединения чтобы контракт не переполнился также надо понимать что включать контракт уже только в ситуации когда вы понимаете что без него не обойтись поскольку он откладывает вполне серьезные ограничения на производительность ну мы обсуждали третий вид фэрвола который работает не с заголовками пакетов и их содержимым а в и то о том чтобы вы питер был здесь возможно возможность об обработки тел пакетов и не только их заголовка то есть по epitables позволяет реализовывать определенные примитивные dpi и по фиксированному набору по набору правил например просто потому что в теле пакета содержится та или иная строчка на выполнять пакетами какие-либо действия например в данного в данном примере а и epitables проверяет все едики пакеты на наличие в их теле под строки порн и бы и дропать пакеты если данная под строка была найдена например для того чтобы на каким-то наивным образом заблокировать доступ на порно сайт ну и это в как ты исключительно в качестве примера надо понимать что использование где под данного механизма приводит к резкому снижению производительности фэрвола поскольку приходится проверять не только тела паки не только заголовки пакетов но и тела соответственно приходится для к на каждый пакет выполнять значительно больше различных сравнений и производительность очень сильно просаживается и примере применять dpi исследует только в ограниченных случаях когда вы пытаетесь защититься от еще более опасной угрозы чем исчерпание ресурсов фэрвола например когда-то в библиотеке он лопин ссср была обнаружена очень страшная уязвимость которая позволяла бы получить в ответ на специально сформированный запрос просто часть данных содержащихся в оперативной памяти и процессы использующего конессы и это позволяло отправив один или несколько запросов например утаскивать какие-то данные касающиеся авторизации пользователей все что угодно что приложение может держать все в памяти и был возможность от подобной атаки была возможность чистить от подобной атаки и заблокировав ее с помощью и питей был с проверяя пакеты на характерный метод эксплуатации этой уязвимости и этот мир это действительно применялось поскольку угроза от того что вам исчерпает продавательность фэрвола было менее опасно чем то что у вас утянут чувствительные данные с помощью эксплуатации данной уязвимости естественно после того как в обновлении цель обновлялся до версии неподвержены уязвимости данные правила немедленно и справа удалялись а производительности контрака я уже говорил и как поступить если с одной стороны в системе для каких-то соединений он нужен а другой стороны для других он был бы вреден и из-за того что сильно стяжал бы производительность для этого в при ротинге можно использовать специальные действия которые называются ноутрек при использовании ноутрека пакет будет принят и обработан дальнейшими цепочками но он не попадет того в таблицу контрака и это может использование подобных правил может помогать повышать производительность фэрвола то есть например на высоконагруженном dns сервере может иметь смысл отключить контракт для пакетов которые поступают или отправляются с данного сервера на на 53 на его 53 порты или с 53 порта таким образом для каждого днс запроса и ответа которые это террор будет должен обслуживать не будут учитываться из история пакетов поскольку данном случае она не она не нужна есть и другая производительность проблема с производительностью api tables как мы видели принцип основной основной принцип работы api tables основан на обработке цепочек как вы понимаете чем больше в цепочке правил тем больше сравнений необходимо провести для того чтобы принять решение для того или иного пакета и тем сильнее снижается производительность фэрвола как же быть если есть необходимость например пограничивать доступ для пакетов с большого количества не связанных друг другом в подсети адресов например если вам нужно вот прямо сейчас взять и и зарубить доступ с какого-либо батнета который сейчас пытается отправить вам спам или атаковать вас или брутить логины и пароли и делать что-то еще подобное нехорошее ведь если взять и добавить скажем 50 тысяч правил фэрвола обычным способом он будет работать очень медленно и скорее всего у вас будет исчерпаны ресурсы процессора для того чтобы решить данную задачу применяется такая технология как айпи сет он позволяет обеспечить к на константное время проверки вхождения айпи адресов практически сколь угодно длинный набор адресов это одно из преимуществ айпи сета другое то что он позволяет позволяет своими штатными штатными средствами добавлять адреса с этой не навсегда она определенное время то есть например если вы пытаетесь защититься в какой-то атаки вы можете временно добавляет добавлять адреса в эпизод таким образом что если с них атака прекратится они оттуда состоятельно вычислиться поскольку для атаки чаще всего используют не специализированные какие-то адреса принадлежащие злоумышленнику по простые боты запущенные прямо на компьютер на компьютерах обычных пользователей в качестве вирусов или на каких-нибудь уязвимых ресурсах наверно какой-нибудь хостинге где развернуто много по каких-нибудь вордпрессов которые очень давно не обновлялись в таком случае в принципе а с этого же адреса могут приходить не только злоумышленные запросы но и легитимный ему у вас может возникнуть желание его надолго не блокировать рассмотрим принципы работы с эпизодом а именно для для примера создадим пару списков один из них в одном из них были буквы адреса будет храниться вечно в другом из них в другом списке адреса будут храниться только в течение часа и до добавим в каждый список по адресу и увидим что эти адреса действительно в эпизод попали вот как видите для для адреса который попал во временную блокировку указывается время которое ему еще осталось быть заблокированным после этого можно используя опять же таблицу привел при ротинг скажи сконфис конфигурировать дробь дроп пакетов с данных адресов вот писат лист показывает нам оба списка который в данный момент и писать и существует в конце удалим вручную адрес без списка который был который был добавлен и увидим что из списка он видно исчез итак на этом я предлагаю закончить тему касающейся фаервола меня удивляет что не у кого никто из вас не никаких вопросов не задал в все неужели всем все понятно да вы хотите что-то сказать не решаетесь айписет айписет это мол это модуль ядра который позволяет обеспечить подобную фильтрацию я еще и писать это утилита которая работа которая взаимодействует с ним и позволяет создавать с этой добавлять или удалять оттуда по андреса айпи ты был за даже то это тоже механизм гидра линукса и соответственно вы выпи ты был можно указать то что в данном правиле используется с этого видите вот эпитей был минус м сет и правил матч сет блок indefinite то есть срц то есть срц адрес в данном пакете находится в сети блок индии и дефинит этот пакет должен быть дропу ну если будет существо будет сделано какая-либо автоматика то может все все зависит от того в каких случаях вам нужно заносить есть соответствующие утилиты типа того же файл туба на который позволяет наполнять и писать и правилами в случае на при согласно наполнять и писать адресами пардон согласно определенным правилам например если с этого адреса было какое-то количество попыток неуспешной авторизации или по каким-то другим подобным но в но вообще и писать и писать сама не ниоткуда отрица не берет его в него их нужно нужно вгружать ну как как минимум во все где за совсем за все дистрибутивы включая встраиваемые для устройств которыми нужно работать сетью я не скажу но подавляющем большинстве да 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 Да, чтобы правила в Eptables не исчезали, нужно сделать Eptables сейв в ETC и закончили Eptables или заресторить их, соответственно. Вот, например, Eptables сейв. Теперь эти правила вернутся после перезагрузки. Это цепочки, присутствующие в данной таблице. Вы имеете в ETC на филе Eptables, смотрите, какой формат, указана таблица, фильтр, звездочка, таблица, в этой таблице присутствуют три цепочки. По этим цепочкам там приведена в квадратных скобках статистика в определенном формате. Поскольку этот хост не роутер-форвард, соответственно, статистики нет. Здесь указано количество пакетовое количество байт, соответственно, прошедшее через данную цепочку. Вот, например, через input прошел 795 пакет, размером 60 килобайт, а тут 503 в аутпуте 530. В аутпуте 5136 килобайт. Соответственно, дальше указано правило из таблицы RAW. В таблице RAW есть цепочки прероутинга output, и вот в цепочку прероутинга добавляются правила. И также там есть возможность задать свою собственную цепочку. Попробуем это сделать. Простейший пример. Продолжение следует... Продолжение следует... Зачем я ошибся? Да, для пользовательских цепочки, забыл сказать, нельзя задавать правила по умолчанию. Нужно ставить прочерк. Вот я поставил прочерк, и, как видите, в конфигурации фаервола появилась моя собственная цепочка, в которой применяется... Единственное тривиальное правило — вернуться к обработке дальнейшего фаервола. А могло быть, как в том примере, например, мог быть набор адресов, для которых пакет нужно принимать сразу, а для всех остальных, например, дропать или возвращаться к дальнейшей обработке. Да, для работы с IPv6 существует IPv6 tables, который устроен практически похожим образом. например, его правило конфигурируется в SanToshi по умолчанию в ETCsconfig.ipv6 tables. То есть здесь присутствует правило по умолчанию из пакета IPv6 tables, то есть который разрешает доступ только по двадцатом порту, и по порту 546 для UDP. А все остальное блокируется. Это правило IPv6 фаервола по умолчанию. И для работы с ним, соответственно, применяется утилита IPv6 tables и аналогично IPv6 tables save и IPv6 tables restore. В данном случае IPv6 фаервол не включен, поскольку для этого нужно сделать... И для того, чтобы он включался при автостарте системы, IPv6 tables. Человек-конфиг, IPv6 tables. Теперь он... Теперь IPv6 фаервол применился. потому что человек конфиг работает как в дистрибутивах с systemd так и в дистрибутив без systemd точно так же как сервис имя сервиса старт работает и там и там противном случае вам приходилось было прекратилось бы думать а вот здесь и систем да или нет да он просто работал просто перенаправляет запросы с систем к теле там где на например на седьмой центре си или создает team link vtc rc д rc что-то там . для 6 центре например в каком-нибудь пост пост инсталли пакетом можно его написать его и быть уверенным что и в 7 6 центре он будет работать то же самое про сервис про использование команды сервис для стартов или стопов демонов или их релодов она будет рабу работать одинаковые в дистрибутиве со систем д и без систем д поэтому я использую но если вы то если вам вы используете только на скажем дистрибутив systemd и или хотите каждый раз вспоминать то можно использовать и систем ктл для этого тоже придем следующем следующей теме скажем ограничение доступа то чувствительным ресурсом исключительно с помощью фирма может оказаться определенной ситуациях недостаточно том смысле что это конечно будет достаточно но в том смысле что доступ извне был будет ограничен но потребуется определенный механизм обеспечения доступа ну так скажем сотрудников два внутреннюю сеть для которой для которой есть доступ и не закрытые извне предположим во внутренней сети и предположим подклюзил вам необходимо подключаться к серверам пассаж иногда необходимо для каких-то административных действий подключаться к портам баз данных или тому подобным вещам естественно разрешать подобные доступы и просто и отовсюду из мира извне нельзя но для адреса скота на которых вы будете находиться для того чтобы подобные вещи выполнить был будь заранее неизвестны и ну например вы захотите делать из дома из поездки откуда угодно для того чтобы обеспечить возможность доступа к защищенному периметру и из произвольного места используются различные технологии vpn то есть обеспечение то того то есть обеспечивающие то что данных что хост который установлен в пен будет виртуально помещен во внутреннюю защищенную сеть и сможет с адреса данной внутренней защищенной сети выполнять какие-либо действия которые просто так невозможны для практически его в любой я эти компании в которой вам возможно придется работать доступ к серверам будет обеспечивать обеспечиваться путем с помощью vpn а то есть вы только из vpn подключение сможете подключаться к серверам например pssh так делается практически всегда если подняли разбирать подробно различные vpn сервера мы не будем существует множество технологий технологии работы с в пеном и на их рассмотрение у нас вряд ли за хватит времени ну и кроме того поскольку вы все-таки скорее всего планируете быть веб-разработчиками не администраторами вам нужно просто понимать что он есть поэтому мы рассмотрим два вида вас на воскать из нас на основных вида vpn а пример одного из них это айпи сек это протокол шифрования пакетов на третьем уровне в модели оси то есть и писать раба работает довольно низко в сетевой в сетевом стеке и в в одном из режимов работы он может он просто позволяет шифровать тела пакетов и не шифровать их заголовки хотя в контрольной сумме присутствует как значение заголовок заголовков так и знает так и значение так и хэш сумма его тела поэтому дети просто так переписать заголовок например сорс адрес или дистанцию адрес с помощью нато не полу не получится в таком случае пакет немедленно станет невалидным ну и второй режим работы айпи сек это туннельный в туннельном режиме в содержимое по весе пакета его заголовки его содержимое шифруются и помещается в тело другого ip пакета и в таком виде от про отправляются те через через интернет а на хотя назначение из этого пакета извлекается и на какую собственно и дешевруются инкапсулированные пакеты отправляется уже по согласно таблице маршрутизации это подобная технология позволяет обеспечить доступ приватной сети в том числе использующий сервер адреса представим себе что ваша приватной сети используют адреса 1008 и а вы находитесь где вам необходимо книг к ней подключиться откуда-то извне в таком случае вы устанавливаете в данном примере и пи сек туннель и пакет с сорс адресом тем адресом который вам выдали в этой приватной сети и детенейшн адресом тем же адресом приватной сети которому хотите подключиться будет зашифрован инкапсулирован в ip пакет с сорс адресом который собственно сконфигурированного на вашего на вашем хосте в качестве основного независимо от наличия на нем туннеля и отправлен и детенейшн адресом ipsec сервера и такой пакет будет отправлен просто через большой интернет дойдет до ipsec сервера тот его где тот где декапсулирует из него пакет предназначенный для туннеля дешифрует его и отправит его также дальше согласно своей таблице маршрутизации и когда нужно будет например вот отправить на ваш хвост ответный пакет он также будет и этим ipsec сервером зашифрованы отправе отправлен вам через весь этот большой интернет например в рамках через весь большой интернет по при этом вашем после этого ваш хвост его получит и у себя декапсулирует расшифрует содержимое пакета и обработает его так как как будто он поступил на серый адрес несмотря на то что пакет при этом шел через весь большой интернет это позор такая технология позволит подключаться к ресурсам внутри внутренней сети второе вторая разновидность разновидность в пенов этого пена работающие высоко в модели оси скажем по протоколам уровня приложения и одно из самых распространенных подобных тоже нет опену это опен в пен опен в пен работает на уровне приложения но он устанавливаете либо те может работать как поверх себе это ты в проверку теперь а для шифрования передаваемых данных sp Kirk используются с Hisl например одно из преимуществ в пен lamp на в отличие от и пекет что уже зашифрованная своей помощью опена с цельным трафик нет не отличим от любого другого cale трафика то есть например его mpc и напакеты в в рамках описано или пом медпу помеченный специальным образом того используется в поле протокол айпи пакета соответствующее значение то что это пакет для писать и например если кто-то хочет не дать вам открыть подобный тоннель может подобные пакеты просто дропать случае open vpn а нет разницы между этим между данным и социальным трафиком или другим и любым другим с цель трафиком скажем протоколы скажем идущим в рамках протокола htps это позволяет например поднять vpn сервер на порту 443 и подключаться к нему так как таким образом что на транзите нельзя будет отличить это подключение от подключения например к htps серверу и может будет использовать и даже если вам вообще не дают прямого доступа в большой интернет но и но разрешают пользоваться вебом через прокси сервер вы можете установить и в таком случае open vpn соединение прямо через этот прокси сервера но для него это будет не не будет ничем отличаться от работы с протоколом htps и таким образом вас мы вроде бы практически от всего ограничили вы все равно можете подобного пеном пользоваться однако призывал из-за присутствию большего количества этого этапов то есть то что там приходится работать с полным сетевым стеком потом и приложение расшифровывать пакеты у него обычно бывает более низкая производительность для подключения откуда неизвестно откуда например пользователи к приватной сети вполне приемлемо использовать open vpn а для а для того чтобы примеру соединить две свои серверные площадки в одну виде общую приватную сеть например лучше используйте писек но это мы рассмотрим довольно бегло и предлагаю перейти к следующему вопросу а именно рассмотрению того как раба работает про протоколы на базе ssl значительную часть этого мы уже рассматривали и на третьем занятии посвященном redeem протоколом и на пятом посвященном про веб-сервером кто-нибудь может например скажем на примере такого протокола как https рассказать каким образом там использую работает ssl и что необходимо сконфигурировать для того чтобы он работал например на какую роль там играют ключи сертификаты то есть не то есть лучше все это повторить полностью заново да хорошо расскажите пожалуйста если можете ну а что вы имеете ввиду под тем что это необычный тип и среди что вы имеете ввиду под приложением приложение естественно должно для приложения это естественно ни в коем случае не прозрачно это но они сетевой статьки 3 обеспечивает работу с ссс лим и что вы смотря что вы имеете ввиду под приложением если вы имеете ввиду под приложением что-то что какой-то скриптик запущенный на веб-сервере который уже реализует и https туда конечно для него это будет прозраще но вы думаю согласитесь что это скриптик из и степи тоже не работает он получает уже не чтепи запрос на свой вход а данные в каком-то конкретном формате в зависимости того что вы используете там будут разобраны заголовки с сразу было будет готовы данные сессии данного пользы если они есть и и про и прочие вещи то есть если уж ваша то что вы называете приложением защите песня работы она не работает с из степи напрямую да нет хорошо давайте рассмотрим зачем нам вообще нужен сертификат чтобы понять это поймем как как у что какую задачу во первых решает ссс л как и у какого рода было могут быть эти атаки хорошо предположим он слушает трафика это не позволит то что злоумышленник может иметь доступ к передаваемому нами трафику не позволяет нам использовать просто так сказать на сухую алгоритмы симметричного шифрования необходимо каким-то образом через незащищенные в сети меня обмениваться данными значит на каком-то этапе там должен присутствовать один алгоритм в асимметричном шифровании скажем 1 а и действительно это и происходит при работе протоколу ссс л с помощью алгоритма асимметричного шифрования производится так называемый соцей коншей и сервера клиент договариваются об использовании до определенного ключа для уже алгоритма симметричного шифрования например и с потому что алгоритм асимметричного шифрования отличается очень низкой производительностью но в случае без сертификатор если мы не имеем возможности постарелиться в том с кем мы действительно говорим а что такое сертификат что он содержит себе секундочку еще раз мы определимся с понятиями во первых давайте на секундочку забудем обо всем этом и рассмотрим с это сказать может быть академической точки зрения как происходит как работает асимметричное шифрование протоколу рс а так сказать общего что что для этого нужно чтобы воспользоваться протоколом асимметричного шифрования алгоритм поддон асимметричного шифрования даже в данном случае необходимо чтобы обе стороны сгенерировали папа пару ключей приватный и публичный приватный никому не отдавали публичными обменялись таким образом сообщение зашифрованные которая если использовать стандартную принято в копии фотографии терминологию alisa зашифровала своим собственным приватным ключом и публичным ключом боба отправила бабу то бокс может используя свой приватный ключ и публичный ключ алисы его расшифровать собственно именно это и происходит на этапе сссссэль ханшейк а приватный ключ сервера использовал и публики вернее приватный ключ сервера и публичный ключ клиента используя что чтобы сервер шифровал данные отправлял клиенту ну и соответственно наоборот где на этом месте присутствует все сертификат сертификат присутствует для здесь именно для того чтобы удостовериться что сервер что публичный ключ отправлены вами сервером действительно придержит этому серверу для этого необходимо определять обратиться к третьей стороне некому дави доверию доверенному удостоверяющему центру для того чтобы это удостоверяющий центр взял публичный ключ сервера и набор определенных параметров таких как например доменное имя данного сервера еще ряд других служебных параметров от таких как например время действия будущего сертификата и какие какие-то еще свойства например там страна организация организационный юнит и прочее что мы увидим и все эти данные скомпоновал в заданном формате и подписал свои своей электронной подписью таким образом что мы что можно будет действительно верифицировать что этот сертификат был 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 выдан до такой данному хосту и и одна из вещей с задержать или сертификате это публичный ключ используемый для шифрования рс а понятие приватный сертификат это нонсенс приватный ключ никуда не передается никому в том числе удостоверяющему центру поэтому есть на приватный ключ никогда никакими сертификатами подписывается он просто хранится на в инфраструктуре например в случае если используется серверный сертификат это он хранится в серверной инфраструктуре с максимального зала возможность искать строгостью и здесь как раз таки для как мы увидим дальше для конфигурации с асэльпом пола нам понадобится прямо приватный ключ и сертификат содержащие все публичные ключи набор полей и их электронную подпись рассмотрим как это работает на практике сгенерируем сначала простой сам подписанный сертификат и ключи и самый простой сам подписанный сертификат если бы вы например работали с кем-то удостоверяющим центром то данные да вы бы со сами конечно себе сертификат не генерировали вы бы генерировали специальный файл csr сертификат санициальный реквест который содержал в себе все необходимые поля но не содержал бы их подписи удостоверяющий центра вам бы этот сертификат подписал вам бы этот csr подписал и отдал сертификат но в нашем случае мы подписываем его самостоятельно и поэтому у нас здесь csr не обязатель вы генерировали ключ и и подпишем для этого ключа сертификат вот здесь наступает то о чем говорили задаются значение дополнительных полей то есть нашем случае например страна город местности или что-то еще и и самое важное поле например случае работы протоколу https это имя сервера именно с этим браузер будет сравнивать сертификаты если увидеть что и имя хоста в адресной строке браузера не соответствует тому что он здесь увидит то есть будет считать данный сертификат невалидно подложным здесь может быть либо просто имя например за полком либо так называемый wildcard который выдан на все поддомены плюс первого уровня данного домена и надо понимать что wildcard работает только для поддомена в следующем уровне то в данном случае если выписать сертификат таким образом он будет валиден для поддомена тест экземпл ком но не будет валиден для поддомена т.с. тест экземпл ком выпишем скажем подобный волкардовый сертификат 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 готов посмотрим его это формат в котором вы в данном случае выписан сертификат и вот видно что он содержит в себе определенные данные вот эти вот вот эти строчки которые были введены вот там страна город местность компания отдел в компании имя почтовый адрес срок данном случае по умолчанию на год и публик публичный ключ далее и после всего всего этого содержимого следует электро электронная подпись данного сертификата которая могла бы делать его валидным если бы он не был здесь прямо нами на этом хосе сам подписан попробуем настроить и степи с сервер вы возьмем эти сги генерированные сертификаты и настроен да вот это вот то о чем я говорил может быть это стоит показать отдельно что чтобы пришлось делать если бы вы если бы мы сейчас не делали для учебный сертификат самостоятельно а например мы собирались его отправить удостоверяющему центру нам пришлось бы создать так называемый сертификат санин реквест опена сели рек от слова реквест новый с хэш суммы с х256 поскольку хэш сумма формате с х1 уже браузерами не поддерживается из-за того что для для этого алгоритма на хэшей нашли работающий метод подбора коллизии и также там необходимо заполнить набора полей такой же набор полей что для с х1 недавно голову google это доказывал предъявляет две разные pdf с одинаковым хэшом с х1 то что оказываешь заказывается на моих мощностях его вполне реально всего но всего за год подобрать к него коллизию поэтому они за за еще заранее решили ругаться на на подобные на метод хэширования для сертификатов в своем браузере и ну и соответственно всем остальным тоже пришлось него искренно отказываться поэтому сейчас в его валидные сертификаты должны иметь хэш полного горитм сделаны с алгоритмом с х256 но ни в коем случае не низко один и в этом можно только вспомнить в историческом включении md5 вот таком случае генерируется файл csr если бы мы действовали так сказать по правилам мы бы этот файл отправили по удостоверяющему центру удостоверяющий центр и пожелал бы убедиться в том чтобы действительно владеем этим доменом и часто для этого применяются два эффективных способа он бы нам предложил либо поместите вот такую вот строчку в такой-то файлик на основном на сайте для которого выписываете сертификат скажем для сайта example com это было бы example com slash такого длинными файлы в него поместить соответствующую строчку либо в dns внести такую-то текст и запись содержа с таким-то содержимым то есть если вы владеете данного сайта на данном домене или имеете доступ к днс у данного домена вы можете выписать для него сертификат да то есть например если у вас все у вас есть сайт example com вас могут попросить сделать по в да 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 разместить да в данном на данном сайте определенный файл с определенным содержимым чтобы подтвердить то что вы владеете это один из способов другой способ dns внести текст и записи тоже с определенным содержимым чтобы подтвердить что вы владеете доступом к днс у данного сайта и обычно одного из этих действий достаточно для того чтобы вам на данный данное имя выписали сертификат поэтому просто так прийти и попросить сертификат на google не получится поскольку вы не скорее всего не доступом к содержимому сайта google.com не обладаете не к dns домена google.com ну пробуем предположим что нам выписали сертификат хотя он конечно не нас в нашем случае не настоящий и попробуем настроить https в нынжинексе применительно к протоколу степи использование со цели вызывает еще одну интересную проблему связанного она вот с тем вот вот предположим как конфигурация нашего веб-сервера но скажите но в нее внимательный служитель задаст вопрос а на каком этапе происходит ссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс По протоколу HTTPS сам запрос, в котором будет собираться запрос, заголовки, возможно, тело и так далее. Или после? Запрос будет после. Верно, запрос будет после. А мы на предыдущих занятиях обсуждали такую технологию, как виртуальный хостинг, при котором на одном IP-адресе присутствует много разных сайтов на разных доменных именах. И в зависимости от значения заголовка «хост» сервер выберет один из этих сайтов и будет работать с ним. Но как быть, если заголовок «хост» будет передан уже после того, как нужно отдать определенный сертификат, а сертификат выписывается на конкретное и доменное имя. Если у вас висит несколько разных доменных имен, то вы должны правильно принять решение, какой сертификат отдать еще раньше, чем браузеру вам отправят заголовок «хост», к примеру. И вы бы еще не знали о том, на какой же сайт отправляется запрос. А если у вас шаринг-хостинг, а если у вас 2000 сайтов на сервер, все отослать, а пользователь примерно на смартфоне его открывает через GPRS, а ему к гигабайт сертификата должен приехать. Ну, конечно же, это не вариант. Для этого используется такая технология как SNI, сервер name indication, в котором еще на этапе SSL Handshake клиент отправляет информацию о том, к какому же сайту он планирует обратиться. И в зависимости от этого сервер принимает решение, какой сертификат ему отдать. Да. Вообще, это имеет смысл только в рамках HCP и HCP общаться? Ну, и история HCP и HCP – это протоколы разного уровня. Если вы общаетесь по HCP, значит, вы точно общаетесь по HCP. Там нет понятия доменное имя. Понятие доменное имя, оно имеет смысл в рамках таких протоколов, как HCP или, возможно, еще ряда других протоколов. Например, в переработе протокола электронной почты доменное имя тоже имеет значение. Это домен, на котором указан ящик, оно фигурует там после собачки. То есть, практически, по-моему, SSL такого протокола нет? SSL – это метод, это, скажем так, туннелирование. Это не столько протоколы уровня приложения, сколько находящиеся где-то между протоколом транспортного уровня и уровнем приложения. И SNI – это один из механизмов именно SSL. Он может гипотетически использоваться для чего угодно, кроме HTTPS, но чаще всего он применяется именно для HTTPS. И в данном случае он нужен для того, чтобы сервер сразу узнал, какой из сертификатов отдавать. Ведь, как мы знаем, мои пиво четвертое пространство, к примеру, заканчивается. С одной стороны, с другой стороны, эксперты безопасности бьют в барабаны и хотят, чтобы все срочно использовали HTTPS. И не осталось вообще ресурсов в плане HTTPS, и на то есть основания, поскольку использование HTTPS, во-первых, не позволяет человеку посередине даже узнать, на какой сайт на данном IP, на какую страницу на данном IP, к примеру, вы обращались. И не позволяет модифицировать содержимое страницы, которое вам отдают. Наверное, многие, кто пользовался в свое время Wi-Fi в метро и в Москве, и открывал там сайты, работающие протоколы HTTPS, видел, что они могли брать и встраивать на эти страницы рекламу. При работе протокола HTTPS так не получится сделать. Да. Когда вы получили, то есть правила SM. Ай, сервер, name indication, SNI. Вот SMI, это смыло информации, на том, на том, на какой домен, номер, чайный. Да. То есть, специалистически. Да, да, то есть домен в этом случае можно узнать, да, это будет идти практически по текстам. Но не больше, не страницу на конкретном домене, только домен. И данные, однако, стоит понимать при организации своих серверов, что используя SNI, вы отказываетесь от поддержки устаревших клиентов, которые с SNI работать не умеют. Это что-то вроде Windows XP SP2 и раньше, это Android 2.2, это iOS раньше 4 и тому подобное. Итак, передо. Да. 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 Сколько listen 443 будет означать слушать по HTTP на 443 порту. Это неправильно, конфигурация. Проверим. Итак, да, подключиться удалось. Да, мы получили тот самый сертификат, который я до этого подписывал. Рекомендую вам попробовать проделать эти операции самостоятельно. Уж что-что, работу с веб-серверами для вас, как у будущих веб-разработчиков, это важная вещь. Это примерно то же та самая, что telnet-host-порт, только внутри SSL-туннеля. То есть здесь я мог бы также подключиться и отправить HTTP-запрос. И также получить на него HTTP-ответ. А если у нас есть сертификат, выставляющая наше владение Example.com, можно себе выписать сертификат на какой-нибудь обновление? Есть разные механизмы. Первый из них, о котором я говорил, это Wildcard. Вы можете получить сертификат не на Example.com, а на звездочка.example.com. Да, другой способ – это использование альтернативных имен в сертификатах. Так тоже можно, сертификат может быть выдан не на одно имя, а на несколько. И в таком случае в сертификате будет указано несколько имен, для которых он выдан. Скажем, example.com, ww.example.com, что-нибудь еще там, api.example.com, личный кабинет example.com, что угодно еще. Несколько таких имен будет в сертификате. Это тоже возможно. А если мы там прям консенсирующие сертификаты, подписались еще? Ну, вам просто никто не будет доверять, поскольку доверяют сертификатам, которые подписаны определенными компаниями, сертификаты которых находятся в списке доверенных в системе или, скажем, в данном браузере. Просто я слышал, что ее сочетают понятия цепочки. Да, именно так. И если вам выдаст сертификат, если вы не сам подпишите сертификат, а вам его выдаст реальные цены, то вам придется в конфигурации поместить не только сам сертификат, но и цепочку к нему. Давайте я покажу на примере для своего тестового ресурса, для которого у меня есть бесплатный сертификат. Это я просто сейчас пока подключаюсь в PSSH к себе домой. Удостоверяющий центр автоматически проверил, в данном случае это Let's Encrypt, автоматически проверил то, что я действительно владею данным сайтом, да, действительно владею, выдал мне сертификат и цепочку сертификатов. И если бы я захотел сконфигурировать этот сертификат для своего сервера, мне бы нужно было поместить его туда, в таком виде. То есть сначала мой сертификат, а потом цепочка. Но взять и сделать свой собственный CA и подписывать дальнейшие сертификаты просто так не получится. Поэтому придется их покупать, ну или с помощью какого-нибудь Let's Encrypt выписывать бесплатно. Сейчас вся эта проблема со стоимостью сертификатов практически ушла, потому что есть уже упомянутый Let's Encrypt, который их выдает бесплатно, который предоставляет API для автоматизации их перевыпуска. То есть можно просто, если делать все правильно, настроить у себя HTTPS и забыть, так же, как с HTTPS. Ну, до тех пор, пока не окажется, что штука надолго сломалась, и вы не успели вовремя обновить свой трехмесячный сертификат. А вот дает он их настройки в три месяца. Итак, кто-нибудь смог? Да. Да. Да, на одном IP-адресе вы можете настроить таким образом несколько доменных имен. Все верно. Я имею в виду, сертификат можно получить для нескольких доменных имен сразу же. Да, это может быть один сертификат для нескольких доменных имен, а может быть по одному сертификату на каждый, тогда придется использовать санай. Все зависит от политики конкретного собирающего центра. Стандарт не запрещает. Однако, скорее всего, вам выдадут два разных сертификата и не позволят делать вот таких вот два имени. Обычно в таком случае указываются под домены, все-таки основного домена, для которого выполнялась проверка. Так как у них часто выдача сертификата привязана к конкретной операции проверки ресурса. А так придется проверять несколько и выдавать один сертификат на основе нескольких независимых проверок. Все-таки, может быть, это не совсем просто у себя реализовать. Но теоретически можно. Да, кстати, как к веб-программистам. Хочу задать вопрос, так сказать, на 5 баллов. Вот видите, вот здесь был отправлен get-запрос. На него вернулся ответ. stp 1144 not found. И тело ответа. 10, надпись file not found, а потом 0. Неужели вот эти 10 и 0 действительно можно было бы увидеть, если такой запрос был отправлен браузером? Или что это вообще такое? В чем смысл? Подсказки в заголовках ответа. Там есть небольшое указание на то, что же это за 10 и 0. Чан? Да, хорошо, Чан. А что они означают? Словно, что он переверет кусками. Соответственно, 10, значит, что размер вот этого может быть 10. Размер вот этого чего? Размер следующего для него тела. Да, хорошо. Был кусок тела документа размером 10. Тут точно ли 10? А посчитайте байты. А как вы думаете, а почему? А сколько их там? Почитайте конкретно. А в 16-ти личной системе исчисления как записано в 16? Обсудим теперь вопрос производительности работы SSL на примере уже упомянутого HTPS. Самый тяжелый этап установления SSL-соединения – это его подготовка, при которой происходит обмен ключами. То есть там используется алгоритм асимметричного шифрования для того, чтобы договориться о ключе, используемом в симметричном. Типичный алгоритм симметричного шифрования, такой, как, скажем, ЕС, на большинстве современных процессоров может ускоряться аппаратно. Современные библиотеки работы с SSL-соединения поддерживают, поэтому там производительность работы будет слабо отличаться от производительности передачи обычных нешифрованных данных. Другое дело – хендшейк. Соответственно, при обеспечении высокой производительности работы SSL-сервера, например, HTPS-сервера, необходимо минимизировать количество полных хендшейков. Как же это обеспечить? Например, самый логичный способ это обеспечить заключается в том, что далеко не всегда клиент, который подключается к серверу, совсем новый, возможно, когда-то подключался к нему ранее. И можно воспользоваться результатами предыдущего хендшейка. Как же это обеспечить? Для этого есть два основных механизма. Один основан на хранении идентификаторов сессии, а другой на так называемых SSL-тикетах. Как это устроено? При использовании механизма каширования идентификаторов сессии, сервер выдает определенный идентификатор сессии клиенту при установлении SSL-соединения. Клиент же при повторной новой установке соединения отправляет при своем первом пакете SSL-хэллоу, client-хэллоу, вернее, этот идентификатор, и сервер проверяет, есть ли у него валидная запись сессии в его кэше с таким идентификатором. И если есть, то SSL-соединение возобновляется, и новый хендшейк не нужен. А если нет, то требуется новый хендшейк. У такого подхода есть преимущество, то, что он позволяет сделать какую-то оптимизацию, так и ряд недостатков. Какие, с вашего точки зрения, могут быть недостатки у подобного подхода, казалось бы, довольно-таки логичного? Ну, если много серверов, то надо обращаться. Да, к примеру, то если серверов много, то для оптимизации работы подобным образом нужно заставить одних и тех же клиентов постоянно ходить на один и тот же сервер. Это приведет к перекосам нагрузки и, возможно, к снижению отказоустойчивости. То есть, если вдруг один сервер выйдет изстроен, а все остальные придет к пиковой нагрузке из-за большого количества новых сессий-хендшейков. Ну, и другая проблема связана с тем, что если таких клиентов очень много и соединений много, то потребуется либо тратить много памяти на хранение кэша-сессий, либо делать короткое время жизни сессии в кэше, и таким образом мало что оптимизировать. Если клиент не приходил в какой-нибудь заметный промежуток времени, то ему придется делать хендшейк заново. Есть второй механизм. Если нельзя хранить данные на сервере, то их можно хранить на самом клиенте. И этот подход реализует метод с использованием SSL-тикетов. При работе с этим методом сервер имеет свой определенный ключ, которым он шифрует данные сессии. И эти данные сессии в зашифрованном виде он может отправить клиенту. Клиент будет хранить их у себя, и при повторном установлении соединения отправит этот тикет на сервер. Сервер попытается расшифровать этот тикет своим ключом. Если у него это получится и все будет нормально, можно будет возобновить SSL-сессию и не делать новый хендшейк. Этот подход удобен к использованию большого количества серверов, поскольку если применять один и тот же ключ для того, чтобы шифровать сессии на всех серверах, то будет неважно, к какому из них подключится пользователь. И, кроме того, не придется тратить память на то, чтобы хранить все сессии. Каждый клиент будет хранить свою, и будь у них хоть миллиард, проблем с местом для хранения не возникнет. Оно линейно масштабируется с количеством клиентов. Поэтому очень часто предпочтительным оказывается именно этот второй метод. И сейчас для примера попробуем взять и настроить каширование сессий с использованием SSL-тикетов, причем таким образом, каким оно работало бы на большом количестве серверов. Если его включить просто в Nginx по умолчанию для одного сервера, то Nginx сам себе сгенерирует ключ. Но если у вас серверов будет несколько под балансировщиком нагрузки, как у нас, например, на практике, то возникнет проблема с тем, что ключи, выданные одним сервером, не будут валидны для другого. И в таком случае ключ нужно задать явно, что мы и сделаем. В дальнейшем конфигурации укажем, что тикеты включены. Таким образом, если бы мы могли нормально работать с браузером с этим сервером, браузер бы сохранял этот тикет. И при повторной попытке открыть соединение на данный ход отправлял бы его. И соединение могло бы восстанавливаться без хендшейка. Это полезно как для сервера, в смысле оптимизации его производительности, уменьшения количества хендшейков на нем, так и для клиента, для того, чтобы устанавливать более быстрые соединения к серверу и тратить меньше энергии батарейки на то, чтобы установить данное соединение. Поэтому подобный механизм рекомендуется использовать всегда, когда у вас есть SSL. Однако сейчас мы рассмотрели то, как клиент может проверять то, что он подключился к тому серверу, к которому он собирался, верифицируя его сертификат. Однако этот механизм может работать с обе стороны. И, скажем, при обращении к каким-либо ресурсам, требующим аутентификации и авторизации, есть возможность проводить авторизацию по клиентскому сертификату. Таким образом, чтобы только для клиента, обладающего легально тем или иным сертификатом, в смысле, что у него есть не только сертификат, но и приватный ключ к нему в этом смысле, работало, только в таком случае он имел право отправлять те или иные запросы. Для этого используется авторизация по клиентским сертификатам. Попробуем ее настроить. При использовании данного метода авторизации клиент отправляет свой сертификат на сервер, и сервер его сравнивает с тем, который указан на него в конфигурации. Точнее. Если говорить точнее, в этом случае я использую свой приватный ключ и публичный ключ клиента, указанный на сертификате. Сервер генерирует, так называю, для него челлендж. Шифрованные данные, которые клиент должен успешно расшифровать, отправляет их вместе со своим сертификатами, в которых завяжется публичный ключ сервера. И если клиент действительно обладает необходимым приватным ключом, то он может эти данные расшифровать и отправить на сервер. Таким образом, сервер убеждается, что клиент действительно валидный и можно обрабатывать его запросы. либо в либо выдать клиенту необходимый сертификат механики используйте первую очередь когда есть например один или небольшое количество клиентов которым необходимо работать данным ресурсом нужно обеспечить максимальный уровень защиты для которого там это более простых методов недостаточно подготовим сервера и данные для клиентской авторизации по ключевую сертификату проверим да у меня все работает даю вам попробую сделать то же самое что вы говорите где оси петч да вы же видите url pcdps на 440 эти порт сертификаты конкретно кун принимает их таком виде что сертификаты ключ находятся в одном файле и взял вот сконкатинировал файл файлик и сказал ключу использовать клиентскую авторизацию с помощью этого файлика вот тут находятся сертификаты приватные и приватный ключ вот видите вот сертификаты ключ он заспал правило также при цель ханшекер цель поддерживает не только проверку сервера но и проверку клиента понятно что это не с они не самые эффективные по производительности метод но зато криптографический надежный ну например когда у вас есть свой какой-то важный ресурс работающий по степи например репозиторий пакетов вот ям когда я посмотрел такого не поддерживал например дп апт поддерживала вам необходимо авторизовывать сотни сервера для доступа к ним поскольку там лео-какинь ваши чувствительные пакеты с вашим пропоретарным софтом который реализует ваши важные ноу-хау то в таком случае можно например настроить чтобы серверы авторизовывать в этом репозитории с использованием клиентской авторизации и было бы очень сложно по пустоту с него получить из нее и поскольку как вы понимаете длина ключа до довольно большая то разбрутить это гораздо сложнее чем любой пароль но естественно это нужно метод практически не годится например но для того чтобы вы могли под подключаться к там в вашей собственной электронной почте другой пример который приходит на ум этого возможно использование этого же механизма в саду еще и в сочетании с аппарата с аппаратным генератором ключа например для подключения какого-нибудь онлайн банкингу серьезного то есть у вас может быть даже специально специальные по аппаратный ключ который используется для подобной клиентской авторизации выбору вы можете подключать авторизовываться таким образом в платежной системе оперировать там крупными деньгами то есть опять же способ не не самый производительный особенно с учетом использования по аппаратного ключа не не очень хорошо подходящий для больших публичных сервисов но очень подходящий для чуть для самых учительных вещей сколько здесь может быть уверенными настолько насколько вообще уверена в современной криптографии что данное что несанкционированный доступа для получить не удастся перейдем к следующей теме которая хотелось бы рассмотреть сегодня это отслеживание подозрительных действий в системе до все все возможные методы для защиты от проникновения применены отзыв но тем не менее поскольку вы наверное делать какой-нибудь публично доступный сервис например сайт на него можно отправлять запросы извне и вы не может быть уверены что про что программное обеспечение которое вы используете не содержит уязвимости что она не позволяет злоумышленнику выполнять какие-либо действия для это для отслеживания активности в системе и возможного выявления каких-то подозрительных действий используется подсистема ауди д которая позволяет отслеживать изменения файлов и произвольные системные вызовы рассмотрим пример конфигурации аудита а именно бую в рамках до данной конфигурации будем отслеживать изменения изменения в файлах пасады шеду в изменениях правил оси линукса не знаю дойдем мы сегодня до него или нет измене до того вставки моду модулей ядра что ли что регулярно делают умышленники для того чтобы занести в систему rootkit и определенные системные вызовы такие как за как запуске новых процессов подготовим файл с правилами аудита для того чтобы аудит включался сконфигурируем в пам я рассказывал об этом это плагом был ауди модули 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 система плаги плагинов для аутентификации по пользователям системе которая позволяет делать произвольным методом и здесь также мы включим для всех для всех пользователей которые логини с помощью системы аутентификации или psh включен для них ауди аудит и проверим что аудит действительно отследит действия которые я выполню подключившись к этой системе к этой системе из другого из другой сессии в которой уже эти эти правила применены применится вот я подключился и запустил команду и да действительно видно что произошли что вот с момента произошло много событий за запуск задач в кроне это я проверяю это я проверял чьё-то домашнее задание 3 и поставил себе в крон соответствующие действия вот был запущен из hd прошла успешная аутентификация вот подключился пользователь с такого-то хоснейма и вот этот пользователь выполнил команду ls таким образом а у аудит позову аудит лог конечно может быть на находит но он по имеет не настолько удобный для чтения формат но он позвал позволяет отследить тоже именно при происходит в системе кроме этого аудит может быть полезен до отладки например если вы запускаете приложение написаны сторонними разработчиками и вам интересно как она работает вы можете залогировать в аудите по по бы в системе системные вызовы или работу с файлами чтобы смотреть что же именно делает куда он уходит если в нем происходит какая-то ошибка на говорит что код файла и не хватает чтобы посмотреть держать где же она его например искала да вот вот в данной конфигурации как я уже повторяю задаются определенные правила того сколько же строчек будет храниться в кольцевом буфере и как какие файлы будут отслеживаться и какие системные вызовы потребу потребуется отслеживать именно эти системные вызовы был были отцы отслежены в том логе которые мы увидели то и данном случае например когда запускалась команда ls выполнялся системный вызов экзак в и и аудит написал какая что же именно было вызвано а именно команда и так поскольку для вашей специальности если совсем глубоко в это погружаться не стоит следующая тема которым мы бы хотели хотели смотреть наверное это с и linux хотя я до сих пор хоть и включил это в занятии я не уверен что о нем стоит рассказывать поскольку я у меня все-таки определенный опыт есть я работаю много где работал и ни разу не видел чтобы селена был где-то сознательно включен видел только что его что вы могли забыть выключить после инсталляции по по умолчанию с минимального с минимум с минимального образа поэтому поскольку времени у нас осталось уже не очень много я предлагаю этот момент опустить и перейти к рассмотрению последнего пятого домашнего задания которое сегодня даю и которые мы можем лучше сдать скажем к следующему занятию но в принципе домашнее задание можно сдавать до конца июня и согласно данному согласно данному домашнего задания вам нужно посмотреть что именно на ваши учебные виртуалки было запущено на предыдущих занятиях скажем с пятого по десятое занятия мы запускали самые различные сервисы это мониторинг резервное копирование веб-сервер база данных и так далее и написать конфигурацию api tables которая оставляет минимальный необходимый доступ к вашей виртуалки извне чтобы все что должно быть доступно извне продолжила работать и они никакие она никаких или лишних доступов не было желательно чтобы в конфигурации бы присутствовал краткий комментарий о том почему какую какой доступ нужен и для проверки вы присылаете результат выполнения команды api table safe ну туда можно также вставить вот эти вот комментарии для удал для удобства проверки и это домашнее задание последнее она стоит 10 баллов